АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬВИЧ Уважаемый Александр Григорьевич, обращается к вам вдова жена участника инвалида ВВ Грунова Ольга Михайловна, проживающая в городе Гомеле. С подарения Вольга, мати расстрелянного за забойство Александра Грунова, протягивает смагаться с судовой системой. Я лично писала только генеральная прокуратура, это мне ответ пришло, и правительственная администрация президента Республики Беларусь. С допомогою правооборонца у Жаншина потрабоя змянить закон, який не дозволяя поведомлять про место похования осудженных на смерть. Отказы от усюль однольковые и, на жаль, не сутяшальные. Ваше обращение, поступившее в администрацию президента Республики Беларусь, оставлено без рассмотрения. Правооборонцы личность, что тут треба исти до конца. Богаткие, жорсткие и бесчеловечные законы застались в Европе только в Беларуси. Мы взвернулись до Гоменского областного суду, який непосредственно принял приговор об смерротном покарании. Как поведомили час, месяц, дату похования. Вядома суд адмовился, спаславшися на национальное законодавство. И вось тады Леонид Звольгою падали скаргу с просьбаю змянить закон и дозволить семьям самостойно абирать, дзе пахавать покаранага сваяка. Конечно, мы по гэтому пойдем до Верховного суда, каб выкараставаць усе сродки внутренней правовой обороны. Паралельно, с падар суда Ленка звертався у вауссе махчымые инстанции. Конституционный суд, у Рад Краины, две палаты парламенту. Правооборонница трымаў адны и адмовы. Чиновники тлумачаць, што гэтким чыным яны прадухиляюць акты помсты и вандалізму на магілах расстреляных. Мы правооборонцы лечим, што гэта не так, вы аддайте тела сваякам, у дадзинам выпадку аддайте тела маті. А вось, ина сама прэмі рэшэнне дзе, як пахаваць, як аховаць надалі гэтай муілкі. Забітая горам жанчына, амаль не спадзяецца, што пазнае месце пахавання сваего сына. Але працягвае змагацца. Ужо не для сябе, а для іншых. Тобы расстрелянных, я думаю, што это не паследний случай. Хатя люди борецца за то, што бы адменили смертную кастну. Ну, я думаю, пострадавши после мене, тоже не переживали или, ну, можно сказать, с ума не сходили. От того, што не отдають тела. С па дарыни вользі ўжо шэстяцеццццеццягадоў. Боль адстраты сына узмацняюць пакуты ад невядомаці. Не он уже наказан, а я наказана, что я ночами не сплю. И вообще, стоит он в глазах, что он лежит там в земле, и я не могу к нему сходить на могилку и положить цветы. С родных у Жанчына Амаль никого не засталося. Ей на гамужа забили Амаль 20 годов тому. Справу гэтак и не раскрыли. Сын вельми любил батьку, тому Жанчына хотела б пахавать его побач. Дай Бог, чтобы люди, которые помогают, добились этого, или я не знаю даже, что мне делать дальше, самой лично. По водле известных правооборонцам, за часы незалежности у Беларуси расстреляли каля 400 человек. Можно только мерковать, кольки людей, як и Вольга Грунова, спадзаются отшукать место, где лежит их сын, муж или брат. Смяродное покаранье гэта прысут не только злочинцам, але и их родным. После расстрелу сваякам не выдают тела и не поведамляют про место пахаванне. Ци треба гэта менять. Мы запытались а у Менчуков. Может быть, смертная казнь, это в какой-то мере и логично, если человек террорист или что-то такое, но я думаю, на захоронение он имеет право. Ну, я считаю, да, что нужно, чтобы родственникам сообщали, где он находится. Его убили, он преступник, его смертная казнь состоялась. Пускай родственники заботятся. Надо, это ведь всем этим подбогом. Пускай он отвечает там. А родственники должны знать, где он находится. Но все равно смертная казнь, я вам скажу, это не выход из положения. Выдавать, наверное, надо родственникам, чтобы похоронили. А так, заслужил он это или нет? Один бог только знает. Я считаю, надо, конечно, а как еще? Все-таки, когда мать носит под сердцем и рожает, правильно воспитывает, откуда она может знать, что потом правильно получается? Как бы утешение последнее этим родителям, правда? Я за то, чтобы тела выдавали. Все-таки захоронение – это такой ритуал, который уже существует не до тысячи лет. И, ну, я не вижу смысла такого-то, чтобы не нарушать его. Сам факт невыдачи тела – это очень суровое наказание всей семье, родственникам, близким. Я бы не стала этого бояться, властям. И законы должны быть гуманными. Мы все люди. Хоть бы что человек не совершил, но родители – это не виноваты, например, что сын там совершил что-то. И как бы для уважения родителей тело сына надо вернуть. Для родственников все равно свой человек самый дорогой, какой бы он ни был. Пусть он даже самый плохой. Поэтому я считаю, что тела нужно отдавать. Ну, наверное, это будет по-христиански просто захоронить его. И будет какая-то панихида, по крайней мере, кто-то будет помнить. Каждый человек имеет право на память. Безусловно, надо, конечно. Какой бы ни был человек, родственники имеют право знать о том, где он похоронен, и приходить к нему на могилу. Он для них, родной человек, останется всегда. И вообще мы против смертной казни.